Доброе утро, уважаемые трейдеры! Приветствую вас на заключительной торговой сессии этой недели. Впереди выходные, это не может не радовать. Надеюсь, что вы все-таки оставили хотя бы немного сил, чтобы завершить на очень хороших уровнях по результатам текущую неделю. Вы не теряете бодрое расположение духа, особенно это, наверное, уместный комментарий для тех, кто верит искренне в силу американского доллара, тем более в свете уже оглашенных итогов заседания американского регулятора, когда мы с вами выполнили информационную программу максимум. Мы, соответственно, получили сигнал, что о приближающемся повышении процентной ставки, что о сокращении баланса, который теперь будет частью монетарной политики американского регулятора. Это долгоиграющая тема, особенно с учетом планов коррекции баланса на 10 миллиардов в месяц, ну пусть даже и спустя какое-то время разгонит показатель в несколько раз до 50 миллиардов, как планируется. Но все равно, чтобы избавиться от этого колоссального портфеля в 4,5 триллиона долларов, потребуется гораздо больше времени, чем лично я мог предположить. Но все-таки американскому регулятору виднее, что сейчас необходимо, как нужно действовать. И правильно то, что они не провоцируют ненужную волатину и сейчас. Правильно, что сама процедура выхода из вот этих активов, накопленных облигаций за время финансового кризиса и действия программы количественного смещения. Это этот проект, эти действия, это решение абсолютно прозрачно, понятно, не допускает каких-либо двухсмысленных интерпретаций. Мы знаем то, что баланс будет корректироваться, мы знаем в каких объемах. Это позитивный сигнал. Но доллар, видимо, нуждается в еще большей поддержке. Я думаю, что нам не стоит сейчас грешить на американскую валюту, тем более, чтобы не спугнуть тех покупателей, которые присутствуют все-таки в расположении этого актива. Видимо, для того, чтобы образовался необходимый фундамент для развития восходящего движения, доллар нуждается в более весомом столпе вот этого основания. И это не только те изменения, которые уже произошли в фундаментальной картине, в гуманитарной политике. Возможно, доллару нужна еще очевидная ясность в том, что ситуация в отношении Северной Кореи и США не достигнет вот этой точки кипения невозвратного уровня, когда речь уже перейдет и дело дойдет до каких-либо непосредственно военных действий, но не только словесные перепалки. Мы, конечно же, держим, как говорится, пальцы, чтобы ни в коем случае этого не произошло, потому что спекуляции – это одно, конечно же, а реальные военные действия – это совершенно другое. И эти понятия, даже несмотря на то, что для первых, скажем, вторые имеют определенные последствия и могут стать основой помочь заработать, конечно же, такие доходы и пойманные тренды на фоне ухода в защиту, они не стоят того, чтобы имело место быть вообще такие события. В любом случае, друзья, мы следим за американцем, мы каждую неделю делаем большой акцент на тот статистический срез, который проводится, мы анализируем все более-менее стоящие релизы, потому что знаем, декабрьское заседание, оно не за горами, вот уже пролетели очень быстро первые полгода 2017-го, мы рассчитываем на то, что до конца этого года ФРС все-таки еще предпримет хотя бы один шаг по поводу ужесточения монетарной политики, а что должно быть сейчас хотя бы отчасти, но уже дисконтированной стоимости доллара. Ну а с другой стороны, вот эту длинную позицию можно продолжать, набирать в расчете на то, что жесткая монетарная политика, это все-таки не мягкая политика, это предпосылки для роста доходности вместе с восстановлением трежерис, казначейских американских облигаций, независимо от их интервала двух лет, десятилетки, либо бумаги, которые интересуют их в перспективе 30 лет, все равно это возможности для того, чтобы доллар отыграл эти изменения через рост, и, соответственно, возможности для долгосрочных трейдеров, которые давно хотят видеть американца выше. Нам есть что говорить про доллар, нам есть что обсуждать, это не значит то, что я за уши притягиваю какой-то фундамент, которым можно оправдать рост. Нет, вы сами видите то, что фундаментальная картина, она действительно располагает к этим покупкам. Но пока эти покупки до такой степени скромные, что про них хочется говорить, но, возможно, не с таким энтузиазмом, как можно бы это было делать, если бы сейчас доллар, скажем, котировался на несколько процентов повыше. Будем ждать. Вот начали мы сегодня, опять же, с американца. Я прошу прощения, потому что знаю, что для многих уже сложилась хронология, опять же, наших обзоров ежедневных. Мы традиционно начинали с нефти, но, скажем, все равно касаемся в рамках брифинга, от перестановки слагаемых сумма не меняется. Еще давайте теперь от доллара перейдем к нефти, тем более, что по нефтянке. У нас особо-то картина не изменилась. Если мы вчера с вами говорили, что Brent у нас картируется выше 56 долларов за баррель, мы говорили, что это максимальный уровень за последние 4-5 месяцев. Это все действительно так. Нефтянка выбралась из узкого канала консолидации и сейчас пользуется поддержкой новостного фона, который требует еще определенного подтверждения. в плане позитива. А вот то, что не требует доказательства, это априори статистика, которая, в принципе, уже объективно демонстрирует истинное положение вещей. Что касается нефтянки, сегодня вы наверняка могли заметить, у нас небольшое открытие с ГЭПом. Сейчас нефть, возможно, ситуация изменена за последние полчаса, но когда я смотрел на котировки, нефть находилась под давлением. И я связываю, опять же, прессинг с тем фактом, что сейчас на рынке есть четкое понимание того, какая статистика может лечь в основу этой коррекции, какие события в плане фундамента грядут еще, я на них сейчас остановлюсь, и то, что может стать вот этой причиной, базисом для снижения котировок нефти уже со следующей недели. Для того, чтобы цены на нефть сейчас лихо рванули за 56, 57, и уж тем более тестировали отметку 60 долларов за баррель, нужен мощный фундамент, нужен триггер. Этим триггером потенциально может стать ноябрьская встреча ОПЕК, но она еще так нескоро, друзья, что я думаю, что неправильно сейчас ссылаться на нее, пытаясь объяснить возможности для вот этого серьезного восходящего движения. Поэтому я снова акцентирую ваше внимание на то, что на рынке присутствует больше оснований для оснижения нефти. А этими основаниями являются последние данные по запасам. Между прочим, очень правильное замечание я видел в комментариях на канале. Большое спасибо тем, кто присоединяется к обсуждению. Это приятно, опять же, видеть то, что вы поддерживаете идею торговли нефть. У вас есть собственное видение. Ну, в данном случае комментарий тоже предполагал возможности снижения котировок нефти. И чтобы, опять же, уже конкретно, потому что было отмечено по поводу запасов нефти. Мы продолжаем сейчас отыгрывать статистику по запасам. Видим эти релизы со знаком плюс, потому что понимаем, что это следствие урагана Харви, который был причиной определенного стопора в работе нефти перерабатывающих заводов Мексиканского залива. Это все так. И прежде чем, скажем, мы забудем про этот фундамент, связанный с последствиями ураганной деятельности, пройдет еще какое-то время. Сейчас говорить об этом рано. Но важный комментарий и замечание уже такого сезонного характера, потому что традиционно в октябре многие НПЗ снова закрываются на техобслуживание, потому что готовятся к зимнему сезону. Закрытие на техническое обслуживание, как вы понимаете, это тоже причина, по которой запасы нефти могут начать расти. В данном случае эти запасы по росту подхватят тенденцию последствий урагана, и у нас будет еще в 3D месяца, полтора статистической поддержки, и почему котировки будут испытывать прессинга. Но еще больше акцент я делаю на те показатели по добыче, которые были зафиксированы, плюс 157 тысяч, все-таки действительно это цифра, которая была реальной. До 9,5 миллиона производства выросло. Много, конечно же, много. И не забывайте про планы, не забывайте про наши субъективные прогнозы, что производство нефти может вполне легко и перевалить за отметку 9,8. Ну, может быть, 10 миллионов уже не так реально очевидно, хотя все может быть. И по планам, опять же, сланцевых производителей на октябрь. Как вы помните, сланцевики планируют поднять добычу на 79 тысяч, и октябрь будет десятым месяцем роста активности подряд. Что касается событий, которые впереди, обращаю ваше внимание на то, что сегодня состоится техническая встреча представителей, ключевых производителей, участников, членов энергетического пакта. Она по классике жанра пройдет в гении. Не нужно путать формат встреч. Техническая встреча – это не глобальное заседание министров нефтиопек. На технической встрече не принимаются никаких судьбоносных и важных решений. Техническая встреча – это, скажем, лишь попытка еще раз держать руку на пульсе того, сколько, опять же, по производству нефти, по выполнению квот, насколько соблюдаются эти обязательства, как обстоят дела с исполнением соглашений и так далее. Это контрольная встреча. А вот что касается ноябрьской, то я уже, в принципе, сказал, это та встреча, где я поднимаю прямой вопрос. Продлеваем действие факта, либо сворачиваем. Вот почему в этот ноябрь у нас с вами, ну, в принципе, должен стать очень интересным для нефтян. Будет закрываться весь 2017 год. Уже будет возможность говорить об эффективности сделки ОПЕК плюс в масштабах всех 12 месяцев. Ну, 11, если быть совсем точными. Уже будут конкретные цифры, и снова у нас будет возможность оценить ситуацию со спросом и предложением. И еще, друзья, в понедельник, по-моему, по-моему, да, в понедельник состоится референдум в Курдистане. Если кто-то не знал, где это находится, но лично я когда наткнулся, опять же, на новостные комментарии по этому поводу, честно, тоже вот так, к своему стыду, не знал то, что этот регион, опять же, соотносится с Ираком, который у нас в последнее время очень часто фигурировал, опять же, в том анализе, который мы проводим. Так вот, этот референдум может стать еще одной причиной, повлияющей на котировки нефти. Ну, этот, конечно же, новостной окон больше располагает к покупкам, потому что очень много противников у этого референдума. Один из основных, собственно, противников – это Турция, а через Турцию как раз и идет основной объем экспортных поставок. Если ситуация тоже будет, скажем, накаленной по этому фону, то в понедельник, во вторник мы можем столкнуться еще с локальным проявлением интереса к нефтянке, потому что трейдеры сейчас с особым энтузиазмом отыгрывают, опять же, локальные новости, позитивные, потому что пытаются еще затащить бренд и превратить вот это локальное движение в самоподдерживающийся механизм. Но не удастся этого сделать, потому что котировки нефти, их рост сдерживается, а сдерживается тем фундаментом, о котором я вам только что рассказал. Поэтому сохраняем, как и раньше, наши взгляды по поводу того, что ослабление должно произойти в ближайшее время. По ближайшему времени может оказаться, конечно же, и растянутый период. Но посыл, я думаю, вам понятен. То, что фундамент от них не располагает на срочных покупках. 57,90 рубль. Давайте не будем останавливаться, поскольку традиционно также каждый день говорим про то, что происходит с рублем. Думаю, что вы знаете, где мы ждем российскую валюту дальше. Доллар японская иена. Здесь очень много позитивных последствий по факту итогов заседания ФРС США. Ставки, как вы помните, конечно же, не повысили. Что касается ориентиров, то американский регулятор допустил возможности еще одного повышения ставки до конца этого года. Ну, скорее всего, в декабрь. И если мы сейчас оценим наш традиционный контракт в фэббочи, с которым мы анализируем вероятность ужесточения политики, то больше 70 процентов, друзья, вероятность уже этих изменений, это много, это практически уже решенный вопрос. А 75 процентов, вот смотрел буквально несколько часов назад на оценку, не изменилось, потому что мне было интересно понять, с чем было связано локальное ослабление доллара сегодня на азиатской сессии. Но, к сожалению, особых причин не нашел, и вижу, что эти причины не повлияли ни на доходности, собственно, трежерис, ни на индекс, ни так далее. И, видимо, какой-то еще новостной фон, может быть, не дошел до России и стран СНГ, но, может быть, кто-то уже нашел его. Я допускаю то, что это очередное высказывание, очередные какие-то слухи, которые появляются и которые способны быть брошенными в топку вот этой эскалации напряженности в отношениях Северной Кореи и США. Ну, может быть, и другое событие. Мне суть важна, потому что доллар, хоть и ослаб, все равно находится на довольно высоких для себя, с учетом последней динамики значений, и ставим на то, что этот рост продолжится. Важно также, что мы услышали от ФРЭС по поводу баланса. Да, он будет сокращаться, я уже сказал в начале брифинга, насколько, в каком формате это решение. Долгожданная с октября начнутся, собственно, эти коррекции по объему. Еще одно проявление жесткой монетарной политики. Собственно, эти решения поддержали также и доходности трежи, с до, по-моему, шести недельного максимума. Мы по десятилеткам с вами добрались, 2,47%. Бодрость доллара была связана также еще и с позицией представителей ФРЭС, которые единогласно, ну, фактически единогласно, там, 80%, скажем, всего монетарного кабинета, повторили приверженность более жесткой политики. И это для нас неплохие ожидания, потому что вряд ли их позиционирование в ближайшее время сильно изменится. Что касается статистики, вчера заявки на пособие по безработице, уже 2,5 года мы наблюдаем эту цифру ниже 300 тысяч, 259 тысяч из 282. Хорошие данные, поскольку они еще должны учитывать и влияние ураганов, Харви и, собственно, Ирма. И, судя по всему, это влияние уже практически сведено на нет, потому что мы вернулись к тренду тех релизов медиального значения, которые уже наблюдали. Поэтому статистика в целом продолжает радовать. Сегодня у нас на повестке еще в 16.45 активность в сфере услуг. Ни в коем случае, даже если вы ориентируетесь, к примеру, на какие-то экономические календари, не только на календаря маркетса, вы можете заметить то, что этому отчету не придают особой важности. Есть релизы, у которых, скажем, 3 звезды из трех возможных. У этого релиза будет всего лишь 2. И это на самом деле неправильно, потому что сфера услуг это для развитого государства, для развитой экономики, это больше 70% экономического роста. Для США, когда мы сейчас пристально следим за каждым отсчетом, компоненты, которые могут дать сигнал о том, какие показатели ООП мы будем наблюдать в ближайшее время, она крайне важна. И особенно она крайне важна, когда мы уже сфокусировались на политике изменения процентных ставок и ждем поддержки для этой идеи в каждом релизе. Надеюсь, что в соответствии с ожиданиями сегодня активность в сфере услуг будет на хорошем значении. И надеюсь, что сегодня под конец недели и в принципе в закрытии пятничной торговой сессии мы не столкнемся с таким понятием, как эффект пятницы, когда трейдеры фиксируют результаты и это провоцирует откаты. Надеюсь, что сегодня восходящая динамика, особенно стекущие значения по доллару, будет продолжена и мы заберемся с вами повыше. Золото ниже 1300 долларов за тройскую унцию. Здесь логика должна быть понятна. Для золота сейчас определяющим, наверное, так же, как и для рынка остается лишь доллар. Логика следующая. Если растет курс американской валюты, значит золото для покупателей, использующих в своей спекулятивной деятельности другие валютные активы, золото становится из-за его большей стоимости, за росту доллара, менее привлекательным инструментом. Ну, на мой взгляд, это вполне очевидно, вполне понятно и ясно. Если возникают какие-то проблемы с показателем привлекательности золота, и если есть, конечно же, представление о том, почему доллар растет и продолжит рост, то золото не лучший кандидат на покупку. Поэтому давайте подождем закрытие текущей недели. Если оно состоится ниже 1300, тогда со следующей недели будем искать уровень для продажи. Евро у нас находится сейчас на отметке... Так, секундочку, друзья. Вот выписал я уровни. 1,1957. Мы снова приближаемся к планке 1,20. Вы понимаете, что евро полностью копирует поведение доллара. Доллар дал слабину, евро подрос. Хотелось бы мне особо выделить комментарии Драги. Кстати, и сегодня состоится новое его выступление. Но ничего интересного, сказанного не было. Потому что если бы он действительно сказал что-то стоящее, вы бы уже видели это в динамике, резкие движения. Ну и рынок бы уже говорил об этом. Но Драги практически не касался монетарной политики. Было несколько формулировок. Да и то они как шаблон были взяты из его прошлого выступления. То, что политика целесообразно мягкая, потому что ИЦБ планирует добраться до цели 2% по инфляции. По фунту сегодня очень важный день. Но снова я делаю акцент на то, что торговать британцам сейчас суицидальная миссия. А фунт, вопреки всем логичным предпосылкам, плюет на, опять же, долгосрочные ожидания. Что должно случиться с экономикой. Игнорирует риски, которые связаны с Брэкзитом. Локомотивом прет вверх. Несмотря даже на ту бодрость, которую показал американец, фунт настойчиво игнорировал ее. И мы снова сейчас приближаемся к отметке 1.36. То есть еще чуть-чуть и окажемся на максимумах, которые были зафиксированы несколько торговых сессий назад. Сегодня выступление Терезы Мэй. Это выступление приурочено к процедуре Брэкзита. Это важное событие. Максимум, опять же, значимости, важности. Три звезды из трех возможных. Ему отводят по времени. Друзья, я вас не сориентирую, потому что еще неизвестно. Если хотите точно быть в курсе и упустить это событие, тогда помониторьте сегодня экономические клиенты. Я думаю, в ближайшее время конкретное время появится. Но то, что Тереза Мэй может спровоцировать вилатильность, я в этом не сомневаюсь. Но что-то подсказывает мне, что бы она ни сказала. Даже если мы поймем, что совершенно очевидны негативные комментарии, фунт будет иметь, опять же, подспорье для роста. Потому что кое-кто, кто стоит за этой валютой, а именно британский регулятор, видимо, сейчас очень заинтересован в том, чтобы пара фунт-доллар претендовала даже на тестирование отметки 1,40. Поскольку эта идея не вяжется с нормальной, обоснованной, фундаментальной позицией, а больше, опять же, соотносится с спекулятивными играми самого британского регулятора, я не хочу, опять же, иметь ничего общего с текущими тенденциями, трендами и с активностью с этой парой. Я не хочу торговать британцев. Если вы хотите попробовать все-таки попытать удачу поймать серьезное движение, у вас есть для этого все возможности. Вы можете на собственный страх и риск, опять же, проявить инициативу и поторговать. Ну, пожалуйста, в этом случае отпишитесь по результатам на канале на YouTube, либо на форуме о маркетинге. Потому что мне будет приятно почитать комментарий, человек, который решил торговать столь опасным активом в столь неопределенное время. Еще хотел отметить пару слов про австралийца-новозеландца. Потому что вчера вы видели, как и первый, и второй активно снижались. Не просто так австралиец был заряжен сверх мягкими комментариями Филиппа Лова, который уставляет Резервный банк Австралии. А его комментарии соотносятся с тем, что мы слышали раньше. Поэтому я призывал их, друзья. Как только пара австралийцев против доллара оказалась выше 0,8, радовать. Потому что это 100% снижение. Почему? Потому что Резервный банк Австралии, в отличие от других, может быть, регуляторов, дал четкое понимание того, что против доллара метка 0,8 это психологическая планка. Это настолько серьезный обменный курс для национальной валюты, что начинает угрожать, собственно, и цене по инфляции, по экономическому росту. Филипп Лова почему разделал акцент на мягкую риторику, несмотря на то, что очень много было позитивного сказано относительно перспективы экономического роста на будущее. Дело в том, что помимо вот этого озвученного позитива, Филипп Лова акцентировал внимание на высоких показателях задолженности домохозяйства, на скромных ростах заработных плат. А, соответственно, исходя из этого фундамента, мы делаем вывод о том, что и инфляция будет расти гораздо медленнее, чем, ну ладно, гораздо уберем, медленнее, чем прогнозировалось раньше, потому что без устойчивого роста заработных плат, потребительской активности, этот индикатор не может также претендовать на более высокие уровни. Новозеландец будет еще под давлением, исходя из собственной внутренней политической темы, выбора уже также на носу. Я думаю, то, что эти риски сейчас игнорировать не нужно. Плюс ко всему, на австралийцы и новозеландцы продолжают оказывать давление еще, скажем, фон извне, но очень влиятельные для этих активов. Вы знаете то, что основным партнером для Австралии и Новозеландии является Китай, и, собственно, вчера рейтинговое агентство S&P, которое традиционно является первой ласточкой среди тройки ключевых рейтинговых агентств, то есть могу допустить то, что следом последует Могис и Афичи, понеделло суверенный рейтинг Китая. Опять же, с учетом тех проблем, о которых мы уже с вами говорили, крайняя закритованность и очевидные проблемы в аптечном секторе. Про это, друзья, не забывайте, Китай у нас, уверен, еще не раз окажется в центре обсуждения до конца этого года. Я заранее настраивался на то, что экономический рост в 2018 году будет хуже, конечно же, чем в 2016, но, боюсь, что настолько хуже, что Поднебесная потеряет еще не одну, а сотню миллиарда инвестиций. На этом, собственно, все, друзья. Из важных событий сегодня Драги в 11.00, но, правда, не уверен, что он сможет оказать серьезное влияние на динамику евро в 15.30, троничные продажи индекс потребительских цен по Канаде. И, если мы посмотрим, собственно, на прогнозы, сможем увидеть то, что ожидания очень хорошие в соответствии с ожиданием и выходом действительно сильных данных. Трейлеры тут же ринутся в спекуляцию на тему того, что Банк Канада снова повысит процентную ставку и тогда быть парью USDCAD, но не сегодня, конечно же, а в ближайшее время на отметке 1.20. Но от этого фундамента и от торговли по паре USDCAD я сейчас также стараюсь держаться подальше, потому что, несмотря на, скажем, обиду, которую я явно затаил в отношении этого актива, хочется еще попробовать реабилитироваться, опять же, в трейдинге по канадцу. Но сделаю я это только после того, как получу хорошие сигналы по росту долга. Ну или, по крайней мере, сам американец не докажет всему рынку, что он наконец-таки вернулся в восходящему тренду. Вы это также сможете заметить лично на своих экранах, в мониторах, в динамике буквально всех финансовых активов. Ну и каждый день я, безусловно, провожу анализ того, что происходит, и делюсь с вами информацией, которую мне удалось накопать, нарыть информацию, которая, надеюсь, полезна для вас. Уверен, что полезна для тех, кто ставит лайки. Огромное большое вам спасибо, и все больше и больше. Это приятно видеть, контент остается востребованным. Безусловно, мы будем продолжать и дальше делать эти ролики, собственно, готовить для вас и другие видеоматериалы. Но чтобы быть в курсе всего этого, самое малое, что вам нужно сделать, это подписаться на наш канал. Надеюсь, что вы это уже сделали. На этом все. Хорошей торговой сессии. И в завершении недели прекрасный, замечательный выходных. Увидимся с вами уже в понедельник. Как и всегда, через перископ, через приложение, которое вы можете установить на своих мобильных устройствах. В понедельник, собственно, в 9.30 по Москве. На этом все. Всего доброго. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok